Когда коренные петербуржцы начинают сжечь паркеты книги, когда нет куска хлеба, чтобы накормить даже собственного ребенка. Именно о такой матери рассказала девятиклассникам из первой школы, приглашенным на встречу с уроженцами блокадного Ленинграда, одна из участниц событий того времени, тогда еще четырехлетняя девочка Валентина Анисимова. Когда началась голодовка, голодовка есть голодовка, она до сих пор отрыгивается, как говорится, на нас, потому что мы никогда не выкинем кусочек хлеба, его или посушим, или чего-то там, как говорится, сделаем, потому что мы берегли хлеб, всю жизнь берегли хлеб, потому что чувство голода еще этого ленинградского было до неузнаваемости. Те, кому чудом удалось пережить блокаду, никогда не выбросят кусок хлеба, найдут ему съедобное применение. Нынешние школьники с трудом понимают, что означает это странное слово – голод. На кадрах из старых кинохроник – дорога жизни. 30 километров через капризное и непостоянное Ладожское озеро, которое даже в декабре не замерзало до конца. Машин в нем утонуло больше, чем во время боев было подбито танков. Школьники блокадного Ленинграда – яркий пример для нынешних. Они не представляли себе, что значит не пойти в школу. Их в 41-м году было 39, классы открывались даже в бомбоубежищах. Ленинградцам сказали – это всего на две недели, не сейте панику. Поверили в это не только дети, взрослые тоже. Но двумя неделями не обошлось. В декабре месяце отец шел с работы, упал, не доходя до дома. Нам сообщили под утро, что он в госпитале и умер от истощения. В знаменитом дневнике Тани Савичевой шесть смертей на девяти страницах. Сохранились и другие воспоминания жителей блокадного Ленинграда. Все они знали – сдаться означало мгновенную смерть. Стоять до последнего – значит дать шанс выжить себе и своим детям.